Итак, всем привет, с вами Дугай, продолжаем играть за Советско-Союзово World of Blaze. В прошлой серии мы тут разобрались с чем мы будем заниматься, промышленностью занимаемся. Ну сейчас продолжим немножко промышленностью, военными заводами, и можно уже немножко планировать, как мы будем что делать по дивизиям. И я замечу, вот здесь вот у меня стоит приоритет пополнений, в первую очередь разворачиваются новые дивизии. Пополнять старые не так важно, надо, чтобы их хотя бы было больше, потом уже мы их заполним. Просто пока они не заполнены, ну, пока мы будем их заполнять, то эти дивизии не будут разворачиваться. Разворачивать можно только ограниченное число дивизий, так что надо их побыстрее разворачивать, просто набирать массу. В Испании наши бравые летчики продолжают воевать. Вот здесь вот мы вряд ли повоем с этими четырьмя сотнями, но вот здесь вот кое-как нормально. Единственное, мне не нравится, что я не могу, конечно же, мое атаки здесь совершать. Можно попробовать здесь. Вроде мы нормально себя здесь чувствуем. Фоксом тоже вопрос, что мы хотим в следующем. Скорее всего, вот эту штуку, вот на 20 производительности, как я и говорил. Потом пойдем к той производительности и скорости строительства. Хотя знаете, нет, скорость строительства все-таки поважнее будет. Так что мы идем сначала вот сюда. Другой вопрос, как быстро мы до туда дойдем. Ну что ж, давайте вот сюда, скорее всего, привет, верно, стабильность подкачается. Хотя нет, вот эта штука у нас там баф, я помню, что возьмем сначала ее. Хочется мне уже политку потратить, но политку мы копим вот на вот этого парня. А вот про что я и говорил, смотрите-ка, здесь есть первый вариант. Баф такой, ну, приятный. Второе, стабильность просто и политка не сильно интересна, честно говоря. Поддержка военной 0-1 и опыт тоже более-менее есть. Вот этот щебаф тоже такой достаточно интересный. Но, честно говоря, я думаю, мы должны верить в то, что мы просто произведем достаточно оружие. И нам не нужно будет сопротивление как-то организовывать. Мы будем просто отбивать этой территории. Так что мы все-таки сюда пойдем. Тем более, что у нас с ростом эффективности проблемы есть. А тут где-то у нас 2 марка пола происходит. Но мы накопили на нашего парня опыт. Пошел. И нужно будет отправить еще Аташе в Китай, скорее всего. И пора немножко Сталину фокусов взять. Давайте возьмем диктатуру рабочих. Сейчас 5 политки, кстати говоря, на самом деле более-менее полезный паф. 5%. Так что окей. Ну и потом уже, я так понимаю, будет, да, заговор военных у нас примерно. Так что мы в него потом выйдем. Но не сразу. О, испанский золотой запас. 5 ТНП за 25 политки. Берем. Это приятное дополнение в нашу коллекцию, я бы сказал. И мы здесь потихоньку все нужные техи для флота уже почти что исследовали. А вот и пошло. Начинается битва за Китай. Как я говорил, туда бы тоже в идеале отправить какие-то дивизии. Точнее, Аташе. Доброльцев туда, в принципе, нельзя отправить до фокуса. А фокусов нужно здесь слишком много, чтобы это сделать. Не думаю, что это нам стоит делать. То есть нельзя становится просто к нашей марионетке. И это всегда приятно. Давайте что, достраиваем фабрик? Хотя, блин. Наверное, пока нет. Чуть-чуть еще буквально. Хотя, как нет. В целом, мы уже можем начинать строить военные заводы. Нам уже нужно строить военные заводы. Я даже так скажу. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот так. А потом военные заводы. Итак, у нас тут 20 уже, собственно говоря, опасности. Но я вижу, что у нас, смотрите, 7 дней надо накопить. И мы возьмем сразу вот эту штуку. Это даст нам минус 50. Как раз таки самое то с текущей двадцаткой. Бам, есть. Чистка нельзя избежать. Да, окей. Главное успеть сделать до того, как Сталин бомбанет. Но я думаю, мы успеваем. Все-таки, спайни держится неплохо. И это хорошо. Нам нужен этот опыт армии. Потому что обычно она до этого, 39-го года, не держится до конца. Каждый день, что она держится, дает нам больше опыта. Так что, чем дольше, тем лучше, ребят. И в целом, как будто у нее даже какие-то шансы есть. Но опять же, потом все обычно переворачивается. Тем более, что там есть три дивизии добровольцев. Ну, от трех стран. Так, есть. Чистка готова. У нас 50 по ливке. Смотрите, мы давайте беремся вот эту штуку. Затем мы берем себе вот эту ТНП. И затем берем себе производительность. Слушайте, они уже согласны на Аташе. Отправляем. Не думаем особо. Опыт нам нужен просто любой, который мы можем получить. Мы можем, кстати говоря, немного ленд-лиза отправить в Испанию. Я думаю, насколько это хорошая идея. Слушайте, в целом, как будто окей, идея. Мы с этого получим некоторый опыт, так что нормально. Давайте. Я не уверен, что им именно нужно. И вряд ли я могу посмотреть, верно? Ну да, логистику я не могу глянуть. К сожалению. Но у них, видите, проблемы, скорее всего, есть. Давайте немножко зашлем туда всего. Ну, тебе, поэтому вот так. И можно еще истребители, кстати говоря, тоже ему отправить. Держите вот так, наверное, испанцы. Так сказать, я в вас верю. Легкие танки у нас еще куча, но я думаю, мы им найдем какое-нибудь другое применение. И давайте будем отправиться туда по одной ПТО в раз в месяц, чтобы этот ленд-лист сохранялся и точно оно работало. Потому что я помню, что когда-то оно срывалось, и вот так вот оно фиксилось. Это, кстати, по старой памяти. Отлично. Еще с этого, возможно, будем тоже получать немножко опыта, чтобы было бы приятно. Новосоветский гражданин есть. Что там по Сталину? Еще нормально все по Сталину. Давайте идем в ТНП. Все-таки в Италию заходить попроще. Поэтому давайте начнем с гражданской администрации. Там политку получим. Ну, в теории должны. Талантливый обл.д. офицер. Ага. А потом еще, возможно, военное посмотрим. И вот мы можем взять себе концерн. От НП сюда. Сталин 22. Надо уже брать фокус. И мы этот фокус берем, а безглавить змею. И мы еще больше дивизий закидываем вот сюда. Пускай все тренируются. Есть у нас обезглавить змею. Супер. Давайте-ка у нас сейчас... А, ну не сразу, но потом появится шпион. Отправим за Троцким его. И мы сделали вот это. Можно взять вот эту штуку. Здесь у нас паранойи хватает. Нам еще несколько фокусов порвало. А вот и анархисты восстали. Не уверен я, насколько это нам помешает. В общем, мы закинули в авиацию. И теперь кажется, что что-то даже стало получше. Давайте, кстати говоря, вот так вот даже закинем. Будем сражаться за нормальный регион. В воздухе. А другой вопрос. Идут ли сражения? Как будто нет, честно говоря. Как будто нет. Поэтому давайте вернемся сюда. Здесь вроде хотя бы шли. Да, здесь хотя бы что-то происходит. Ой, по-моему, они сейчас пропадут просто из-за челы. Давайте перебросим сюда, потому что там все равно боев пока нету. Ну да, Парселону, я думаю, они возьмут. Слушайте, у этой Испании есть все шансы победить, я вам скажу. Мы еще там топчику можем нажать на ТНП. Давайте ее нажмем. Вот здесь вот 2% ТНП, но все-таки там-там собираются уже в нормальное число. И палитка у нас почти что готова. Я думаю, что еще можем. Ходку я бы себе взял на вот эту штуку на 5% стоимости, чтобы пехотки было больше. И на этом, наверное, все, что я хотел. Я бы хотел, конечно, еще в теорию... Подождите-ка, вот эту штуку взять на 5 производительности за 1 ТНП, это нормально. И, конечно же, я хотел Лазарева себе взять. Лазаря. Но в чем фишка? Его можно будет взять вот с этой штуки. То есть видите, затрат на советиков минус 25%. И именно с этим уже хотелось бы брать советников, чтобы экономить палитку. А пока что надо подумать реально, что нам брать. Я думаю, пора уже выходить вот сюда. Давайте все-таки взвозьмем себе ячейку следования вот эту вот. Все-таки. И да, палитку, опять же, чуть-чуть еще подождать надо. Нет, давайте, давайте вот сюда. Давайте вот сюда, да, плюс 5 палитки. Объем производства 5 полезно. И выйдем вот в... Как раз-таки советские союзы. Ну, смотрите-ка, они подавили здесь восстание. Теперь мы можем реально почти что в одном регионе держать авиацию. Фикардос, я считаю. Румынский кент пойман. И у нас кончаются штурмовики. Но в целом у них и была задача умереть в Испании, но получить нам опыт авиации. И мы получили достаточно. Видите, как будто что-то происходит. Давайте попробуем здесь перехватывать самолеты. Да, что-то происходит, нормально. Инвестиционный портфель? А, нет, мы не будем тестировать. Нам бы в нас истировал кто-то. Было бы неплохо. Так, тем, вот так, как я и говорил. Это все попозже чуть. Я же порану немножко в танки идти. Фишка. Наши танки, на самом деле, неплохие. У них солидная броня. В 39 году уже броня 90-е. Это по этим меркам много. Да и, в принципе, наверное, по обычным нормально. И, собственно говоря, у наших 34-х тоже броня очень солидная. Так что, будем это исследовать, как получилось, сможет. Но у нас есть вот эта вот кавалерийская армейская клика. Она идет минус 25% исследования бронетехники. Это больно. Но до самой войны мы никак ее не уберем. Только во время войны мы сможем ее убрать. Слушайте говоря, паранойя подкатывается, я заметил. Значит, нам нужно будет нажимать еще вот этот, видимо, последний фокус. А, нет, слушайте, мы, в принципе, можем уже вот эту кнопку и нажать под конец. И вот, как я и говорил, получили мы 25% в политпласте. Это всегда очень приятно. Давайте делаем теперь то же самое в Румынии. Ну, как в Румынии, ну да. Думаю, в принципе, можно по всем союзникам в Германии пройтись. Чтобы это было хотя бы немножко полезно. В самой Германии, как я говорил, там контрразведка уже все-таки есть. Тогда сразу не было, но уже появилось. Что там дни увеличились из-за этого. Это делается достаточно долго. Видите, вот, а, контрразведка плюс 20. Если мы посмотрим то же самое в Германии, давайте чисто пожертвую немного небольшой эффективностью ради вас. Покажите мне... А, ну вот еще есть Мексика, кстати говоря. Здесь 20, это здесь 140. И в Мексике, допустим, вообще нету. Там просто плюс 90. Что намекает мне на то, что давайте-ка попробуем сделать это в Мексике. Почему бы нет. Тем более, что нам еще надо заняться там троским. Куда поедет наш Рамон. Ну, я думаю, уже пора нам брать следующую пятилетку. У нас прирост тоже более-менее нормальный. С пятилеткой будет плюс 0,5. И мы уже начинаем строить прям очень солидно так военных заводов. Так что, да, время уже пришло. Слушайте, такое ощущение, что Испания выиграла воздух с нашими истребителями. Действительно. И по фабрикам-то она, ну, нормально себя чувствует, я вам скажу. И по дивидиам тоже. Она вполне себе может победить. Наш небольшой ленд-лиз, возможно, помог. Так, заговор Академии. Блин. Слушайте, а я сижу и думаю, блин. А это не так, что и страшно. Координация действия флота плевать. Опыт флота, ну, немножко неприятно. Командующий флот пофиг. Затратный командир вообще пофиг. Это вполне себе нормально, я бы сказал. Да? Если бы это были какие-то армейские штуки, тогда было бы неприятно. Так, пофиг. Так, и у нас 100 политки. Можно ее куда-нибудь потратить. Вот, как говорится, можно было подождать Сталина. Но я думаю, не стоит ждать Сталина. 10 скорости строительства нам нужно вчера. Сейчас у нас еще появится плюс 120. Смотрим, здесь 630 дней. Насколько нам это много даст. Вот здесь вот. 126. Нормально. Нормально, я бы сказал. Очень даже. Несколько месяцев. Производство. Так что солидно. Так, паранойя. Вот входит. Давайте-ка, блок правых и троцкистов мы делаем наконец-таки. У нас новые опять-таки пехотные готовки есть. Давайте-ка их тоже добавляем вот сюда. Пожалуй. И уже их, смотрите-ка, 30, 40, 50. Давайте их уже вот так вот делаем. Нормально. Начались бои здесь уже. Почему-то наша авиация не участвует в них. Ладно. Давайте вот сюда перебросим. И я вижу там самолет противника, пускай еще вот так. Возможно, вот эти цифры меня здесь обманывают просто-напросто. Странно, короче говоря. Третий московский процесс. Произошел. Паранойя удалена из игры. Наконец, господи. Неприятная механика, но из нее было бы, наверное, скучно на Советском Союзе играть. Политка у меня растет. Но давайте-ка дальше идем по как раз-таки вот этим вот промышленным фокусам нашей прекрасной военки. Мы получим все, кстати говоря, здесь в курсе строительства. Вообще я бы не уверен был, что это сильно нам что-то даст. Скорее нет, чем да. Мы исследовали этот фокус на флоте. Теперь у нас вот эти исследования ускоряются. У нас три бафа корабля. Это как раз-таки, чтобы дойти до огневого. А Советский Союз класс, вот этот вот, мы исследуем просто по фокусу вот этому вот. Вот этому. Слушайте, Япония, это неплохо пушит Китай, но она потихоньку, я вижу, замедляется. Так всегда там происходит. Вот уровни инфраструктуры. И смотрите-ка, ПТО, в отличие от всего остального, точно надо менять. Потому что вот это ПТО имеет... Давайте проще, наверное, будет здесь показать. Потому что слишком сильно растут характеристики. Бронебойность... Ну как, здесь еще не так сильно, но все равно. Каждая единичка бронебойности просто критически важна. Так что мы его именно заменяем. Вот таким вот образом. Кстати говоря, СВТ же не сохраняет эффективность, верно? Да. Значит, мы его не можем обновить. То есть вот, мосинки на вот эти вот в теории мы могли бы поменять. Еще, да? И давайте-ка, наверное, это все-таки уже сделаем. Остиногат ППД. Давайте, не так много этой эффективности нам снизит. Но вот на СВТ их менять, наверное, точно не стоит. Слишком много я потеряю. Блин, теперь я реально не понимаю, происходит бои в воздухе или нет? По ощущениям все-таки нет. Поэтому давайте искать, где они у нас будут происходить. И таких территорий я, честно говоря, не вижу. И вот в теории я вижу какие-то самолеты противника хотя бы. Да, все, здесь они происходят. Здесь, надеюсь, они начнутся битвы реинфорсить. Пока как-то не очень. Слушайте, мы, походу, получим прям весь опыт от Испании. И это меня невероятно радует. Ну и то, что мы сейчас очень солидно застраиваем военные заводы, тоже меня очень радует. Я думаю, пора уже делать вот эту вот туку. Тилу штыка поставить. У нас, кстати говоря, еще вот здесь вот есть массовая атака. Если вы не знали, а вы вряд ли знали, если не играли мод. Она дает минус 75% прорыва. Да, здесь, конечно, приятно 20 атаки, но 20 защиты. В целом, это обмен нормальный. И здесь выполнение. Но 75 прорыва делает любую вашу атаку просто суицидом для вашей армии. И с этим этой штукой, которую я взял, можно теперь заняться нашим шаблоном. И смотрите, единственное, что я сделаю. Во-первых, поддержку я, наверное, сделаю везде одинаковую. У нас будут обычные легкие дивизии и, собственно говоря, элитные. Так, танк, конечно, мы отсюда уберем. Это вообще ни в какие ворота. И что мы здесь будем делать? Давайте немножечко порядок. Я люблю инженеров первыми ставить. Дальше. Военная полиция. Обычно, смотрите-ка, они дают скорость восстановления солидную. Дают плюс прочность и плюс организацию. Обычно вот эту фигню вы добавляете, она добавляет у минус организацию. Здесь в целом это окей еще. Плюс организация, это всегда приятно. Дальше. Так, у нас тяжелое есть. Тяжелое ПВО мы добавляем, потому что нам нужна воздушная атака. У нас самолетов просто, ну, как вы заметили, нету. Мы их не строим. Дальше. Нам нужна рота связи обязательно. И на этом вроде как закончится все. ПТО. Наверное, нет. ПТО, ПТО. Блин, в целом вообще, наверное, да. Хотя три организации, блин, нет. Три организации слишком дофига. Это у нас обычная стрелковая дивизия будет. Бам. Готово. Делаем дубликат. Делаем... Дит инфон 3, наверное, назовем ее как-нибудь так. Они будут выполняться пораньше. Теперь мы уже здесь делаем нормальную дивизию. Кстати говоря, ширина фронта здесь идеальная. Это тридцатка. Об этом сказано прямо когда ты заходишь в мод. И, собственно говоря, почему? Потому что все здесь приравнено к тридцати. Кроме буквально нескольких провинций. То есть 120, вы делаете четыре дивизии по 30, и у вас все отлично. И теперь давайте-ка заполняем дивизию, как я примерно предполагал. Мы ставим сюда еще дополнительное ПВО. Потому что ПВО нам нужно реально много. Чтобы как-то нивелировать вражеское нереальное преимущество в воздухе. И закидываем дофига ПТО. Почему? Потому что у немцев куча будет бронетехники и механизированных войск. Механизированные войска имеют броню где-то, по-моему, 24-25. То есть, если мы столько не нагрузим... Ну, сейчас у нас еще апгрейда нету. Точнее, как апгрейда нету. У нас не вот этот уровень. У нас поднимется вот эта штука, станет все получше. Можно в теории заменить два ПТО на одну каску. И в целом это тоже будет неплохо. И вот что-то между этим я думаю сейчас... Вообще, наверное, надо делать вот так. Все-таки. Давайте только сделаем чуть-чуть это попривлекательнее. Все-таки, да? О, ПВО. Вот так. Или добавить два. Нет, ладно, нет. Надо идти до конца в этом решении своем. Почему? Я вам объясню. Потому что противотанковой атаки нам не хватает. Если мы давим сюда еще поэтом сверху... Это забирает у нас неплохое количество организации. Но, честно говоря, добавляет бронепойности и противотанковой атаки немного. Блин, я думаю, в элитную надо. Потому что элитная должна быть в состоянии справиться с танками. В первую очередь ради них это все и делается. Так что давайте. Наша дивизия... Готова. Далее. Обычная наша дивизия. Тоже мы ее модифицируем. Просто чтобы... Так, обычная пехота. Легкая. Чтобы она была тридцаткой. И, наверное, мы сюда... Блин, вот я сейчас одну единицу опыта, скорее всего, потрачу на это. В общем, нет. Давайте КПТО. Кого тоже мне здесь нужно. Вот так вот. Только, видите, ПТО здесь поменьше. Здесь именно побольше касок, побольше организации. Они должны нас просто удерживать будут линию фронта. Готово. Что ж, на этом наши пехотные дивизии, я думаю, готовы, в принципе, на всю игру. Скорее всего. Слюс-минус. Давайте теперь вот это все дообучим. И начнем заниматься элитной пехотой. Поехали. И теперь мы можем реально смотреть, что нам не хватает. В целом, я выстрел примерно, видите, нормально. ПВО немножко нужно будет больше на самом деле. Чуть-чуть. В артиллерии у нас, кажется, все окей. Но это пока мы не качаем себе элитку, не строим. И да, нормально. И еще я бы вот этих челов всех пообучал некоторое время, возможно, чтобы они не были просто хотя бы зелеными. Они сейчас выпадут, видите. Ну, для них стреляно, точнее. Нужно все это немножко потренить. Так, испанский запас у нас прошел. Ну и ладно. Окей, на этом, я думаю, мы плюс-минус готовы. И, видите, допки у нас прямо не хватает. Поэтому у меня было сразу 15 военных заводов. И поэтому мне еще нужно сверху. И моторки тоже нам на самом деле нужны будут в большом количестве. Так что давайте вот так вот. Поезда мы строим. Это у нас разведчик, если я правильно помню. Элитка, энд 7. Да, так и есть. Это нам, в принципе, нужно. Один военный завод, это мы можем выделить. И нам, честно говоря, ПВО нужно прямо пораньше поделать. Остальное все выглядит на уровне окей. Так, и вот эта штука. 4 ТНП, 4 фабрики военных заводов тоже берем. И можно набрать больше резервных дивизий. Нам это тоже нужно будет, чтобы потом разворачивать себе пехотные дивизии волнами. Они тоже у нас будут заполнять пробелы на фронте. Пробелов будет, я подозреваю, немало. Здесь мы выкачали радио, которое мы хотели. Радио дает здесь просто безумно много организаций, если вы это не заметили. 5 организаций за батальон. Очень солидно, я считаю. И мы используем именно, есть обычная версия, а есть моторизованная версия. Моторизованная версия, как вы можете видеть, намного лучше. Так что мы используем даже вот этих дивизий, просто потому что она дает очень много. И вот у нас по фокусу открылась куча инфраструктуры, поэтому закидываем. Ой-ой-ой, как солидно, слушайте. Инфраструктуру-то накидала. Поэтому теперь у нас есть где застраиваться в безопасных, так сказать, территориях. Так, у нас открылись военные заводы дополнительные. Смотрите-ка, у нас можно ПВО взять. Побольше, пожалуй, да? Что у нас еще будет тратиться в больших количествах, так что вот так. ПТО, возможно. Но ПТО я бы хотел прям новое добавлять, поэтому это пока пускай так и строится. Здесь, кстати говоря, мы в теории могли бы перейти, да? Что у нас в артиллерии здесь? А нет, это не сохраняет эффективность, а вот это сохраняет. Можно вот эту артиллерию в теории обновить, пожалуй, до 36-го года. Давайте-ка, вот оно. Да. Так пойдет. И пехотку, да, мы продолжаем делать в больших количествах. Тяж, тяж мы тоже делаем в больших количествах, но в целом здесь у нас все окей. Можно добавить еще побольше пехотки и нам бы потихоньку к танкам переходить. Скоро у нас появятся КВшки, можно будет их начать немножко делать. План пока что мы завершать не будем. 05 политки, за 20 скоростью строительства и на заводах, в принципе, меня пока что устраивает. Теперь, я думаю, мы куда выйдем? У нас есть разные опции, но я думаю, мы пойдем сейчас как раз таки в вот эти корабли, чтобы успеть их построить. Укрепляем западные морские базы, это дает ПВО в Ленинграде. Остальные все нам, в принципе, не очень нужны. Возможно, южные бы могли пригодиться, но не сильно, честно говоря. Как бы не сильно это стоит 28 дней, скажем так. Ну и мы, да, выйдем вот сюда, прямо до Океанского флота. Призошло Минскенское соглашение. Германия начинает свои агрессивные действия вести потихоньку. Фабрикам у нее, кстати говоря, что? Ну, в целом пока примерно как у нас, но она будет нас опережать, только начнут все захватывать. Нужно подумать, куда нам политку потратить, честно говоря, хороший вопрос. Кагановича мы поставили. Вейнер, просто все вот это вот пока что нет смысла брать. Нам нужен точно культ личности Сталина. Это скинет стоимости. Верховное командование политического советника. Политический советник это вот этот парень. Здесь у нас будет Патриарх Сергий, кстати говоря, находиться, я считаю. Здесь можно было бы Хрущева ради политки поставить уже. Либо вот этот парень на оперативнику, но нет. Я думаю, нам нужно брать Хрущева ради политки. Ну и плюс поддержка войны тоже полезна. Так, дипломили мы вот эти дивизии. Начинаем мы наши элитные формировать. Дешифровали мы Румынию. Давайте теперь занимаемся, пожалуй, Италией. Заняло это какое-то время. Возможно, стоит немножко дешифрования подкачать. Потому что в целом это более-менее полезно. Потому что у них, скорее всего, будут авиации. Будут самолеты какие-то. Мы их будем лучше обнаружать и перехватывать. В целом нормально. Ну и немножко лучше видеть, что там у них происходит. Готов у нас огневой класс с флотом. У нас примерно на этом все закончено. Давайте доделаем еще, пожалуй, сколько здесь будет? По два, наверное, перед тем, как мы фокус возьмем себе. Хотя, может, нет. Посмотрим. Дойдем до фокуса. Там решим, сколько достроим последней, так сказать, модели. И потихоньку по исследованию тоже продвигаемся вперед. Скоро у нас уже будут первые танки на заводах. КВ вот мы начнем с этой ячейки делать, я думаю. Но пока что наша промышленность военной выглядит нормально. Думаю, у нас вполне себе нормальные шансы против Германии постражаться. Единственное, я вижу, что у нас допки не хватает по жести, но... Сколько она будет пополняться в таком количестве? За три года. В целом меня это устроит. Плюс здесь эффективность еще вырастет, так что... Выглядит... Окей. Вот. А с вами, ребята, был Дубгай. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Ставьте лайки, комментарии, все, как обычно. И до скорых встреч. Пока.